В городе Серове, в котором, как еще пару лет назад считалось, ничего не происходит, посредь бела дня, на улице Зеленой, два гаишника люто завинтили ласты местному правдорубу Артему Шарапову. Формально за то, что он перешел дорогу в неположенном месте, но не только за это, а еще за то, что вовремя не представился и не предъявил документы. Ты что делаешь-то, господин Усов? Уроды! Сдали документы, пьяницу! Уже поздно, родной! Надо было сначала представиться, как получится. Предыстория такая. Артем Шарапов, работающий начальником среднего звена в офисе на улице Зеленой, сидел посреди рабочего дня, смотрел в окно и вдруг увидел, как гаишная машина подрезала и тормознула болид, в котором сидела молодая мамочка с малышом. Что ж там такого пилотка нарушила, Артем не услышал, но возмутило его то, что гаишники остановили свой патрульный автомобиль посреди дороги и минут 15, пока вели беседу с автопилоткой, мешали машинам ехать по Зеленой. По словам Артема, автопилоты из-за гаишников были вынуждены совершать два нарушения ПДД, пересекать сплошную и обгонять по зебре. Он не поленился, вышел из офиса, подошел к гаишникам и попросил переставить их машину, ну, чтобы, значит, не мешать встречному потоку. Кто-то после этого скажет, ну, понятно, почему его спиндикрючили. Осмелился людям при исполнении указывать, как им жить. Гордыня, мать ее, мать грехов! Из каждого даже самого никчемнейшего человечка так и сочится. Что уж говорить о тех, у кого хоть маломальская власть имеется. Ну, кстати, на это Артем парирует, что он, будучи по жизни, по складу характера борцом за справедливость, не единожды гаишникам указывал на их косячность, и те даже реагировали вежливо. Соглашались? А тут вот прям взъелись. И давай документы требовать. Артем, не сопротивляясь и не ругаясь, объяснил, что вышел из офиса без документов. Если надо, он за ними сходит, но гаишники уже закусились. Типа, он же отказался им представиться. Данный гражданин не отказывался. Я отказывался, у меня как минимум есть. Я отказывался. Вы что делаете? Он не отказывался. У меня есть видеознапись. Вы что делаете-то, изверги? Вы как нас вызываете? Да потому что вы сейчас, гражданина, с ровного места берете и применяете ему физическую силу. Документы, пожалуйста, передайте мне мои. Документы передайте. Сейчас мы там все проверим. Тихо. В итоге, два гаишника с трудом, с причинением боли, все-таки заломали правдоруба, уже начисто забыв о нарушившей автопилотке и увезли в отдел. По словам Артема, в КПЗ без воды и еды его продержали 20 часов и впаяли две статьи КОАП. Неповиновение законному требованию полицейских и переход дороги в неположенном месте. По первой статье, судья Николай Кишкурин выписал Артему штраф в одну тысячу рублей. По второй, никак не доказал, ибо она была явно надумана. Судья просмотрел вот эту самую видеозапись, снятую братом Артема Антоном, и расценил фразу, сказанную Артемом «Я не обязан вам представляться, как активный гражданин я попросил переставить автомобиль», как отказ представиться, то есть исполнить законные требования полицейских, и выписал штраф Штуцер. С решением суда Артем согласился. Цитирую его по серовской газете «Глобус». Постановление суда обжаловать, наверное, не буду. На это пойдут дополнительные деньги и время, в чем я не заинтересован. Штраф составляет одну тысячу рублей, заплатить его мне пока по силам. Судье Кишкурину я доверяю, он действовал на основании закона. Решение, которое он принял, я считаю законным и правильным. Конец цитаты. А вот что касается его задержания гаишниками, вообще на ровном месте, то Артем сказал так, цитирую по «Глобусу». Может быть, у них день не удался, жизнь. Может быть, я им не понравился. Я не могу знать подробностей, по которым они меня упаковали. Я думаю, что им просто не понравилось, в какой манере я общаюсь. Они в принципе не любят активных граждан. И не любят, когда им указывают, что и как делать. Даже если не правы. Они местные шерифы, а шерифам закон не писан. Есть люди, которые ровнее, чем остальные. Конец цитаты. Надо заметить, что спендиключивание не прошло мимо физического здоровья Артема. Руки ему так люто заломали, что они аж посинели, и его из КПЗ даже вывозили в больницу на рентген. Боль была такая, что, по словам Артема, аж в глазах темнело. Обошлось без переломов. Ну, видимо, только растяжение. Да ничего, говорит Артем. Недельку подтягиваться не смогу, но потом ноющая боль пройдет. Вот такой добродушный, правда рубный человек. Заметьте, на записи его крепления он даже ни разу не выматерился и не оскорбил своих оппонентов в погонах. Хочется обратиться к полицейским, товарищи офицеры. Учитесь винтить ласты на манекенах. Ну, что значит, что при работе в поле это делать быстро, умело, без длительно мучительного причинения боли клиенту. По поводу этого видео, наделавшего шуму в Серове, руководство полиции пообещало провести служебную проверку на предмет того, а законно ли гаишники свинтили пешехода, указавшего им на необходимость переставить машину с середины дороги. Ну и на пассажок процитирую Артема Шарапова. Вся эта ситуация хоть и сказалась на мне отрицательная, но не убила во мне неравнодушного гражданина. Если я увижу где-то несправедливость, то обязательно подойду и скажу об этом. Конец цитаты.